Привезенный на Вашу строительную площадку сайдинг Дёки необходимо складировать в крытом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. На ровной поверхности в горизонтальном положении при температуре в диапазоне от минус 35 до плюс 50 градусов. Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки превращает монтаж винилового сайдинга в удовольствие. При монтаже винилового сайдинга Дёки используются инструменты. Перфоратор, пробойник, лекало, водяной уровень, строительный уровень, рулетка, мелованный шнур, демонтажный крюк, шуруповерт, молоток, болгарка или циркулярная пила. Чтобы Ваш дом, обшитый сайдингом Дёки, радовал глаз и служил долгие годы, важно соблюдать технологию и последовательность монтажа сайдинга. Сначала выполняется обрешетка. Затем монтируется утеплитель. Крепятся аксессуары и наличники. Завершающий этап – монтаж сайдинга. Перед началом работ нужно заменить сгнившие и закрепить все отстающие доски или панели стен. При необходимости подкрасить или пропитать стены антисептиком, ударить мешающие навесные элементы и вьющиеся растения. Далее устанавливаем обрешетку под монтаж сайдинга и аксессуаров. Обратите внимание, при монтаже горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально. При монтаже вертикального сайдинга – горизонтально. Обрешетка здания нивелирует все неровности стен и углов. Рекомендуемый шаг обрешетки – не более 40 см. Иногда при монтаже сайдинга одновременно устанавливают утеплитель, который нарезается в нужный размер и укладывается в обрешетку. Вместе с утеплителем обязательно монтируется ветропароизоляция. При монтаже сайдинга также можно использовать металлическую обрешетку. По наружным углам здания и по четырем углам оконных проемов устанавливаются прямые подвесы. Затем перпендикулярно к подвесам крепят профили. Для соединения профилей используется краб. После установки обрамления из профилей на стену устанавливают прямые подвесы с шагом 40 см. На прямые подвесы крепят два слоя теплоизоляции с укладкой стыков в разбег. Лабиринтный метод утепления обеспечивает дополнительную защиту здания от продувания. После установки теплоизоляции на профиль ремонтируют ветропароизоляцию. Отлив. Декоративный элемент с функцией отвода воды от фасада дома. Он устанавливается по уровню и закрепляется саморезами в центр гвоздевых отверстий с шагом не более 40 см. Плотность крепления элементов к фасаду проверяем, перемещая их вправо-лево. Зазор в 1 мм между шляпкой самореза и сайдингом предотвратит деформацию виниловых панелей во время монтажа. Если гвоздевое отверстие не попадает центром в обрешетку, сделайте перфоратором отверстие в нужном месте. Соседние участки всех аксессуаров сайдинга Деки устанавливаются с нахлёстом рабочей поверхности в 25 мм. На наружных углах дома устанавливается элемент внешний угол. Подрезаем угол до необходимой длины и устанавливаем, закрепив саморезом в верхней части одного из верхних гвоздевых отверстий. Проверяем по уровню перпендикулярность установки угла к фундаменту. Следующие саморезы крепятся по центру гвоздевых отверстий с шагом 20 см. Проверяем правильность установки элемента путем перемещения его вдоль оси. Внутренний угол устанавливается аналогично внешнему углу. Перед началом монтажа горизонтального сайдинга поверх отлива устанавливается стартовый профиль. Гвоздевые отверстия стартовой планки фиксируются над краем отлива. Крепеж производится по центру гвоздевых отверстий с шагом не более 40 см. Проверяем правильность установки элемента путем перемещения его вдоль оси. При необходимости ослабляем крепеж. По размерам оконного проема нарезаем элементы наличника. Делаем припуск на подрезку углов под 45 градусов, то есть размер каждой детали увеличивается на 15 см. В верхнем элементе делаем язычки длиной 20 мм для защиты внутренней части облицовки от осадков. Установка начинается с нижнего элемента. Затем монтируются боковые элементы и верхняя часть наличника. Все элементы закрепляем по центру гвоздевых отверстий. Проверяем правильность крепления, перемещая элементы вдоль своей оси. Околооконный профиль – это элемент, объединяющий наличник и откос. Для его монтажа по внутреннему периметру окна с учетом зазоров устанавливается финишный профиль. Затем подготавливаем околооконный профиль по аналогии с наличником 75 мм. Кроме того, по краям панели делаем зацепы, которыми она будет фиксироваться в финишной планке. Монтаж начинаем с нижней части окна, защелкиваем профиль в финишной планке. Затем монтируем боковые элементы и верхнюю часть наличника и закрепляем саморезами на обрешетке. Проверяем правильность крепления, перемещая элементы вдоль своей оси. Нарезаем стартовый профиль по размеру окна. В случае, если наличник имеет цвет, отличный от стартового профиля, отрезаем от каждого элемента часть пластика, выходящую за линию замка, иначе его будет видно после установки наличника. Закрепляем стартовый профиль по периметру окна, оставляя по несколько миллиметров на углах, чтобы элементы не соприкасались друг с другом. Отрезанный по размерам наличник с подрезкой под 45 градусов устанавливаем на обрешетку. Проверяем правильность крепления, перемещая элементы вдоль своей оси. Нам понадобится 89-й наличник, откос и финишная планка. Сначала устанавливаем финишные планки, потом закрепляем в них откос с водоотводящими язычками по 20 миллиметров с каждой стороны. Устанавливаем наличник. Проверяем правильность крепления, перемещая элементы вдоль своей оси. Монтаж H-профиля производится аналогично установке всех вертикальных аксессуаров. Он используется в основном как декорирующий элемент и для того, чтобы исключить соединение сайдинга внахлёст. Финишная планка используется для завершения монтажа сайдинга, а также для монтажа некоторых наличников и G-фаски. Монтируется горизонтально или вертикально в зависимости от места установки. На стене финишный профиль устанавливается непосредственно под карнизом крыши или под софитом. G-профиль используется в качестве вспомогательного или декоративного элемента для обрамления софитов и сайдинговых панелей при отделке вертикальных поверхностей, а также подкровельного пространства. G-фаской обшиваются ветровая доска, карнизные и фронтальные свесы. Верхняя часть G-фаски защелкивается на заранее пробитые зацепы в финишную планку, а нижняя часть G-фаски гвоздевой планкой крепится к обрешетке. Молдинг имеет форму плинтуса и в основном используется для монтажа софита. Он устанавливается в угол между свесом крыши и стеной. Нижняя часть молдинга закрывает последнюю панель сайдинга. Правила монтажа молдинга такие же, как для остальных аксессуаров. Технология монтажа софита очень проста. Отрезается панель нужного размера, за вычетом зазора на установку и устанавливается между G-фаской и молдингом и фиксируется саморезами. Следующий софит монтируется таким же образом и защелкивается в замок первого и так далее. Горизонтальный сайдинг устанавливается между вертикальными аксессуарами, углами, H-профилем и наличниками. Первая панель устанавливается в стартовую планку и крепится по центрам гвоздевых отверстий саморезами к обрешетке с шагом не более 40 см. Проверяем правильность крепления, перемещая панель вдоль своей оси. При необходимости ослабляем крепление. Следующая панель вставляется в замковую часть предыдущей панели и монтаж повторяется. Завершается монтаж панелей в финишном профиле. Для этого в верхней части панели пробойником делаются зацепы и панель защелкивается в финишном профиле. Вертикальный сайдинг устанавливается между горизонтальными аксессуарами, окантовочным профилем, наличниками и G-профилем. Перед началом монтажа вертикального сайдинга устанавливается окантовочный профиль. Затем в угол, с которого начинается монтаж, устанавливается стартовая планка. При подгонке панели до нужной длины сайдинг подрезается в верхней части. Если подрезать нижнюю часть, то все неровности спила будут заметны в окантовочном профиле. Защелкиваем первую панель в стартовом профиле. Первый саморез крепим вверху панели, в верхней части гвоздевого отверстия. Следующие саморезы устанавливаем по центру гвоздевых отверстий в обрешетку с шагом не более 40 см. Вторая панель устанавливается в замковую часть первой и закрепляется точно так же. Монтаж остальных панелей производится аналогично. В завершение монтажа в крайний угол устанавливается финишная планка, соответствующая подсвету сайдингу или углу. Причем гвоздевые отверстия финишной планки должны совпадать с гвоздевыми отверстиями угла, то есть два элемента крепим в одно гвоздевое отверстие одним саморезом. После чего в последней панели сайдинга делаем зацепы с шагом примерно 15 см и защелкиваем ее в финишную планку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова